Всем привет! Сегодня понедельник. У нас воскресенье на понедельник. Значит, была температура минус 3 градуса. Я никак не привыкну смотреть в камеру. У меня новый телефон. В общем, вот так. У нас было ночью минус 3. И я, значит, сегодня решила, думаю, что у меня виноградник не помёрз. Я решила, значит, вот его... Сейчас я приготовила ножницы. Вот. Я сейчас хочу всё... Все вот эти обрезать. Вот эти вот все. Сложить его вниз. Ну, по мере... Как? Я покажу, как я буду делать. Вот. Вот. Вот я положила щиты. Приготовила. Я сначала давала сено своим козюлькам. Вот у нас сено тут. Я вот приготовила плёнку, чтобы накрыть сверху виноградник. Отсюда я её сняла, значит. В общем, нащипала тут вилами, значит, сено. И дала своим вот козам. Вот у меня козёл вот такой вот у нас весь почему-то чёрный, грязный. Почему? Не знаю. Он всегда был такой, сколько я его помню. А это мои козы вот стоят. Козочки вот такие вот хорошие, чистенькие всегда. Вот. Почему он грязный? Я не знаю. Вот я им в кормушку положила сено. Вот они у меня кушают. Вот ещё одна козочка. Козочки всегда чистенькие. А козёл почему-то всегда чёрный, грязный. Почему он такой, я даже не знаю. Вот. И от него так всегда сильно пахнет. Ужасно. Вот. Вот. На шарче играет с котом. Вот. Ну, в общем, что я сделала на данный момент для виноградника, это я, значит, вот положила вот такие вот щиты. Вот, что делает. Ну, помогает он мне всегда так. Я что-нибудь делаю, беру, и он так же. Так вот, я смотрю, вот этот вот мокрый щит. Не знаю, может быть, его поменять. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот мне приходится убирать вот эти вот палки. Я вот две палки убрала. Вот уже мы с сыном отрезали проволоку. Вот я их уже сюда поставила. Вот наш нынешний урожай. Его не собирала, он был кислый. Ну, вот так висел, висел. Вот немножко морозом. Ну, вот надо попробовать. Немножко морозом побес, я его домой пойду, занесу. А здесь, значит, мы убираем вот эти вот палки. Вот она. Мы одну убрали, вот вторую, три палки уже. Вот эта третья палка. Потому что виноград весь перепутался, и я не могу его опустить вниз вот на эти щиты. Вот я сейчас здесь обрежу плоскогубцами, вытащу эту палку. Мы каждый год так делаем. Потому что он весь перепутался, он и с этой стороны, и с той. И его никак не вытащишь. Вот. Ну, в общем, вот сейчас я этим делом вот так занимаюсь. Парча мне помогает, да, Парча? Вот я вот так вот его связала. Вот. Положила щиты, чтобы немножко воздух поступал. Чтобы он от земли и не гнило ничего. Вот так вот я связала его. Ща накрою. Ща закрою и сниму. Все зелёные веточки незрелые я удалила. Потому что я боюсь, они начнут преть. А живот ещё немножко осталось. Вот эта веточка, её тоже надо удалить. Вот. В общем, ну, вот так вот я связала свой виноград. Вот. В общем, сейчас накрою плёнкой. Вот. Вот и плю, накрою плёнкой. Чё-нибудь ещё накидаю, посмотрим. В общем, вот так вот пока. Вот я накрыла плёночкой. Вот так вот. Пока хватит. Потому что такого сильного мороза нет. И вот здесь даже оставила дырочку. Чтобы там не было мокро. Чтобы он не попрел. Пока оставил дырку. Потом, значит, когда будут сильные морозы. Здесь очень много снега. Это всё накрывается снегом. И он лежит под снегом. Лапником я не стала укрывать. Не стала его туда вообще ложить. Потому что у меня прошлый год муж туда положил вот этот лапник. И у меня погрызли крысы. Эти мыши полевые. Вот. И, в общем, я в этом году не стала ложить. Вот те годы я тоже не ложила. И было очень нормально. Не было погрызено мышами. Я потом ещё туда положу, это для мышей, отраву. Прям туда вниз. Ну, вот как-то вот так я накрываю. Закрываю каждый год. Ну, в прошлом году, я же говорю, повторяюсь уже, что вот положили лапник. Это от лапника у меня. Я что заметила, когда мы в лесу ходили, собирали грибы. И там, значит, мыши, вот где вот кучи лапников лежали в лесу, там очень много мышей. Там прям мыши лазили туда, бегали. Прям вот этот лапник. И я что-то подумала, что, в общем, лапником, наоборот, нельзя накрывать. Потому что, может быть, он даже и утепляет как-то. Но грызуной там себя очень привольно чувствует. В общем, это вот мои умозаключения такие. Вот. Ну, в общем, вот так вот я как-то накрыла. Я ещё, наверное, положу сверху какие-нибудь доски, чтобы ветром не сдувало. Вот. И, в общем, чтобы ветром не сдуло. Потому что у нас бывают сильные ветра. Я просто положу вот такую доску. Вот. Одну и потом вторую ещё брошу, чтобы ветром не сдуло. Ну, вот так вот у меня и будет мой виноградник зимовать. Всем доброго вечера. У нас первый снег. Время 5 часов. Это 17.00. Вот. И у нас вот первый снег. Я вот успела... Вот такой первый снег уже ложится. Вот он. Вот ложится снежок наш. Я успела всё закрыть. Вот здесь виноград закрыла плёнкой два слоя. Вот этот виноград ещё утеплила. Ещё второй слой. Подумала, раз пошёл снег, пошёл снег вот уже к вечеру. Где-то час идёт. Ну, может, полчаса. Я вот ещё сверху такую вот порванную плёночку накрыла. Ещё вот клеёнку. Тут, ну, в общем, вот здесь вот так куртки старые собрала. Чтобы ветром не сдуло, я вот положила рамы разные. Хван, в общем. Вот здесь тоже старую куртку туда, чтобы не дуло сильно. Немножко тут вот щели осталось. И ничего, вот хватит туда воздуху. Вот, в общем. Ну, вот так вот я успела всё накрыть. Розы тоже свои. И вот у меня козюльки зашли. Кур я сегодня не выпускала. До вчерашнего дня я выпускала своих курочек погулять. А сейчас вот у меня в сарае свет горит. У меня куры там живут целый день. И козюлька маленькая. Вот, в общем, они у меня там. Сегодня было холодно. Сегодня было минус один целый день. И я решила их не выпускать. В общем, я сейчас зашла, дала им водички. Дала им корма. Немножко почистила у них ведра три. Но я сегодня снимать у них не буду. Я обещала снять, как мы там сделали отопление. Но я сегодня не буду этого делать. Потому что уже поздно, темно. И, в общем, будет очень плохо. Видно будет плохо. Вот. И я ещё малину я в этом году не обрезала осенью. Вот, в общем. Я буду её весной обрезать. И так решила. Чтобы всё не переломать. Я хочу показать, какие ещё розочки сверху плёнкой закрыла. Всё-таки я побоялась. Думаю, вдруг сжалка. Всё-таки покупала. Это помёрзнут. Я их ещё сверху. Вот такой снежок идёт. Тучки такие на небе. Вот, сейчас уже будет темно. На улице. У нас 7 часов уже темень. Вот. Вот я так ещё сверху утеплителя накрыла. Старые плёнки накинула. Вот. Я думаю, не замёрзнет. И вот эти тоже. Вот эти тоже у меня под плёнку. Вот эти сейчас закрыла. Эту розу плёнкой ещё сверху накрыла. И эту розу плёнкой накрыла. Такую сейчас старую плёнку нашла. Всё. Вот так замотала. Вот они у меня так будут зимовать. Землю я не подсыпала в этом году. Ну, я что-то подумала. Замёрзнут, замёрзнут. Нет, нет. Если замёрзнут, я больше их не буду сажать, покупать. Я куплю гортензии. Куплю флоксы, которые не требуют такого ухода. Насажаю и пусть растут. Чтобы у меня поменьше работы было. Вот. Ну всё. Всем пока-пока. С первым снегом нас. Всем привет. Мы приехали из города. Вот ходили. Вот такую корзину мы купили. Мы были в магазине InMart. Вот сейчас будем всё разгружать. И показывать, что мы купили. Вот мы купили вот такие вот салфеточки. Для уборки. Взяли вот такую вот стрябку. Так, показывай. Так, это для молока. Молоко сюда ставить. Такую ситечку купили. Вот, в общем, взяли контейнер для обедов. Это ложка для снятия пеночки мы взяли. Нам нужно у нас нет. Потом мы взяли, это что, эпилятор взяли. За сколько ты там взяла его? Ты еще двести с чем? Ну, тысяч триста. Тысяч триста взяли пенята. Так, это салончик. Ну-ка, вытащи её. Она упакована. Ну, всё равно показать. Надо это приставлять. Я давно хотела у нас нет. Я давно хотела взять салонку. Это перешница она называется, да? Чтобы на стол поставить. А не знаю, как она называется. Вот, и, в общем, вот такую купили. Она простенькая такая, но ничего. Итолическая, да? Итолическая. И вот такая стеклянная. Нам так понравилась. Это для пола тряпки на этой кучке. Ну, вот это уже вся старая. Пакеты для мусора взяли и купили чистые. Хочу повесить на кухню. Старые. Вот такие часы. Эти часы, сколько? 200? 250? 30 рублей? Не, 200 с чем-то. 300 другие. 250. За 250 рублей мы купили вот такие часы. Вот. И такая вот у нас корзиночка с крышечкой. Что мы ещё там купили? Так, ну это мы уже взяли с других магазинов. Ну, это... Давай сюда, в корзин. Ой, мама. Давай. Да, мама. Ложи. Так, это вот мы взяли в фейкс-прайсе. Ещё вот бумагу. Салфетки. Так, вот эти салфетки мы взяли в другом магазине. Это салфетки стоят 230 рублей. Вот такая упаковка. Вот, в общем. На кухню я взяла. И зашли в фейкс-прайс, взяли вот гель для душа, взяли губки, взяли фэри и взяли биолан. Вот тут две упаковки 50 рублей стоят. И взяли ещё вот такую вот бумагу туалетную. А ещё это же взяли. Это в фейкс-прайсе. Ещё мы взяли жаровню вот такую. Сейчас мы её распакуем. Вот. Это жаровня стоит сколько? Тысяч 500, да? Сколько рыбок. Сколько тысяч. Тысяч 400 с чем-то. В смысле тысяч 400? Тысяч 500. А, тысяч 500? С чем-то. Да? Я же сказала 500. Её. А. Как бы не побилось. Такая вот красивая жаровня. Она летая полностью. Антипригарная там написано. Вот жаровня летая, антипригарная. А, с антипригарным покрытием. И крышечка вот. Такие покупочки мы сегодня сделали. Там вот здесь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok